Увольняться стал неспроста, замечает Денис. Ему предложили более доходную вакансию в другой компании. Стать ее сотрудником молодому человеку не удалось. Предыдущий работодатель не отпустил. Он сначала не хотел мне подписывать заявление. В итоге мое неподписанное заявление оказалось в отделе кадров. После этого он звонил и угрожал, что он меня уволит за прогулы, что я не выхожу на работу. Трудовой договор с Денисом подписывала ИП Ичевская. Ее же инспекция труда обязала выплатить молодому человеку зарплату. Но в фирме, где трудится Денис, женщина, представляющая указанное ИП, работает кассиром. Выдать деньги согласно только по распоряжению генерального директора. Сергей Александрович меня вызовет, скажет, Тарасовна, выдай полянцу зарплату. Я выдал. Я у него тоже в подчинении, понимаешь? Право первой подписи у него, хоть и на ИП Ичевскую. Заявление Дениса об увольнении как раз на имя директора торговой сети. Но здесь все наоборот. В шапке документа, как оказалось, нужно было указывать ту самую ИП Ичевскую. Это равносильно тому, что вы, увольняясь, напишите письмо. Ну, давайте так, на имя, допустим, ***. Оно имеет силу? Полянцев где только не был. Он был в охране труда, он был в прокуратуре. Нас все проверили. Мы сделали все абсолютно правильно. Почему руководит один, а принимает на работу другой, Денис так и не понял. Он надеется, что общественная огласка заставит бизнесменов думать не только о финансовых выгодах, но и о своей репутации. Надеется молодой человек и на то, что деньги ему все-таки выплатят. По приезду компании ТВ-ком, я зашел разбираться по поводу этого вопроса и мне сказали сразу, что завтра в 4 часа я получу заработную плату. И все вопросы сразу решились. Кира Белькова, Сергей Костенко. Новости дня.